Всем привет, это Миша. Когда я путешествовал по Нэшвиллю, вот стоило мне выйти из машины, я увидел вот это. И вот в этот момент я понял, что, как говорится, правильно я сюда пришел, посмотреть здесь будет на что. Значит, мы сейчас находимся на нижнем Бродвее города Нэшвилль. И, соответственно, это такое, скажем так, сосредоточение, ну в первую очередь, наверное, баров, причем баров зачастую с живой музыкой, вы это еще увидите чуть-чуть дальше. И, соответственно, это место, где люди приходят отдохнуть и весело провести время. Причем, если в США есть такие, ну, туристические города, скажем так, тот же Лас-Вегас, Новый Орлеан, то здесь как-то, ну, наверное, здесь тоже много туристов там. Я практически уверен в этом. Но выглядит это все чуть более, что называется, органично. И нет такого ощущения, что все, все приехали сюда и ходят с непонимающими лицами, зачем они сюда приехали, да. А здесь как-то люди приезжают, я думаю, в том числе местные, отдохнуть и повеселиться. Значит, вообще Нэшвилль это столица штата Танаси, но более такая деловая зона, правительственная зона, там, особого интереса не представляет. А вот этот район, это, безусловно, ну, можно сказать, даже уникальное по американским меркам место. Ну, и вот даже банально, смотрите, сколько людей сейчас переходят дорогу, да. Это очень нетипично, давайте так скажем, для Америки, да. То есть, конечно, там, люди не так много ходят пешком и так далее, и так далее. Но вот здесь, здесь число пешеходов просто какое-то зашкаливающее. И вот, пожалуйста, бары. Это то, что привлекает сюда людей. Рядом, как вы видите, есть и некоторые небоскребы. Здесь вот кусочек виден, это арена хоккейного клуба Нэшвилл Предаторс была, вот. Ну, а вот, например, бар, розовое здание, тут с Орхед Лаунч. И это один из старейших баров, здесь выступали такие люди, как Вилли Нельсон, например, и это было там в начале его карьеры. Ну, и значительное число заведений здесь принадлежат различным музыкантам и людям, связанным с индустрией. Вот, пожалуйста, Хэнк Джуниор, там написано, да, вертикальная отпись. Собственно, это Хэнк Уильямс Джуниор, известный кантри-исполнитель. А вот здесь, смотрите, такой пати-бас, вот, биг-дрэг-бас, ну, соответственно, там экскурсоводом выступает Дрэг-Куин. Ну, а билет на полуторачасовой тур стоит около 50 долларов. Вот, опять же, живая музыка, прямо так, в окнах баров, и практически в любом баре здесь играют музыканты. Ну, и вот, пожалуйста, вот этот желтый-синий, это, значит, клуб, он принадлежит Алану Джексону, известному кантри-исполнителю. Эрнест Табб Рекордшоп, ну, то же самое Эрнест Табб, он был известным кантри-исполнителем, и это основанное им заведение. Я думаю, неудивительно, что здесь в паре кварталов отсюда, ну, на самом деле, в другую сторону, да, но, тем не менее, есть, значит, музей и зал славы кантри-музыки. Вот, огромное такое место, но туда я, правда, не пошел. А вот, значит, бар называется Nudis Honky Tonk. Honky Tonk — это, собственно, название типа баров, где играет кантри-музыка, а Nudis — это, собственно, имя. Это был такой известный дизайнер одежды, вот таких, знаете, ярких, таких блестящих костюмов, используемых как раз многими кантри-исполнителями, вот. Ну, вот, соответственно, Nudis Honk его звали, а по рождению Nuta Kotlarenko — уроженец города Киев. В начале прошлого века его семья, когда он еще был ребенком, бежала от погромов в Америку. А вот серый автобус — это, на самом деле, не школьный, скорее всего, тюремный автобус. Они примерно одинаковые, но вот он переделан, опять же, в такой пати-бас. Ну вот, более традиционный туристический транспорт. И вот, да, если вам интересно, на улице примерно 36 градусов тепла по Цельсию в этот момент, и, тем не менее, огромное-огромное число людей на улице. Значит, вот справа у нас бар Honky Tonk Central. И, опять же, как и большинство других баров, здесь это большой бар. То есть это, допустим, вот здание три этажа, и там все три этажа — это бар. Значит, ну вот дальше Беттис Бутс, там вывеска вверху, да. Я так понимаю, что это скорее что-то типа сувенирного магазина. И да, вот, пожалуйста, витрина. Да, это сувенирный магазин. Ну, понятно, туристов тоже много. Но при этом я допускаю, что там значительная часть из тех, кто вот сейчас идет здесь по улице, — это местные жители. Ну, опять же, наверное, и студентов каких-то много, молодых людей, которые любят веселиться. Ну, как-то вот таких толп, значит, веселящихся людей я даже в том же Остине не видел, да. Хотя, казалось бы, веселый тусовочный город. Так, вот здесь, смотрите, Джейсон Алдин, вывеска на стене на красной. Опять же, тоже бар. И бар, в том числе, на крыше, да, на свежем воздухе. Ну, вот, вот как это все выглядит. Опять же, вокруг небоскребы, то есть Нэшвилле — это не чисто тусовочное место. Так, вот прямо по курсу бар Каса Роза Миранды Ламберт. И еще несколько заведений. Ну, а в здании банка, вот Broadway National Bank, естественно, тоже, тоже бар. Ну, да, это бар, собственно, все тот же Джейсона Алдина. В баре, кстати, с оружием нельзя, но это почти везде в Америке так. А в целом, в Нэшвилле как-то куда не придешь, везде нельзя с оружием. Ну, и вот демографическое наблюдение. На улицах, ну, наверное, подавляющее большинство людей — это белые. При том, что Нэшвилль, конечно, город, где разные расы представлены. Люкс-32, Люк Брайан, хозяин этого заведения, тоже известный кантри-музыкант. Как вы, я думаю, уже могли догадаться. Ну, вот через дорогу там здание Торезин Кейнс, куриный фастфуд, довольно популярный на юге и юго-западе Америки. У нас в Техасе его много тоже. Ну, а вот это здание — это бар, принадлежащий Киду Року, известному музыканту. Аж четыре этажа, где люди могут выпивать и слушать музыку. Ну, а это не бар, это музей, значит, знаменитого исполнителя Джонни Кэша. Ну, это уже легенда кантри, да, это не просто знаменитый исполнитель. Ну, а это концертный зал для классической музыки, называется Шермерхорн Симфони Центр. Сюда, в коротких шортах, ковбойских сапогах из банка и пива, ну, прийти уже, наверное, не камильфо будет. Так что вот буквально один квартал и такая разница. На этом на сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, пока!